Здравствуйте, ребята! Продолжаем наше занятие, и сегодня мы решаем уравнение повышенной сложности. Один из корней уравнения равен минус один. Найдите второй корень. Итак, нам дается уравнение 3х в квадрате плюс 5х плюс 2м. Обычно ребята очень боятся таких уравнений. Посмотрите, как можно решать. Итак, один корень у нас известен. Давайте подставим его в уравнение. Теперь подставим в уравнение и найдем, чему равен м. Минус один в квадрате – это будет один. Минус до плюс будет минус. Теперь посчитаем. Это будет минус 2 плюс 2м равняется нулю. Отсюда 2м равняется 2м, м равняется единице. Но это еще не все. Мы только нашли м. Теперь наша задача записать уравнение, как оно будет выглядеть. 2 умножить на 1 будет 2. То есть вместо 2м будет просто 2. И теперь мы применять будем теорему Виета. Произведение корней дает мне 2 третьих. Сумма корней дает мне минус 5 третьих. Посмотрим, какое равенство нам выгодно применять. Наверное, первое. Минус единица, умноженная на х, будет равняться 2 третьим. Тогда корень второй у нас будет равен минус 2 третьим. Следующее уравнение. Х кубик минус 3х в квадрате минус 8х плюс 24. Кубическое уравнение. Достаточно большое. Его решаем способом группировки. Посмотрите, сгруппируем. Отсюда мы вынесем х квадрат, а из этой суммы вынесем минус 8. Будет минус х минус 3. Внимательно посмотрите, и вы увидите, что у нас общим множителем уже является целое выражение. будет х минус 3, умноженное на х в квадрате минус 8. Мы уже с вами встречались с такими уравнениями. Знаем, что мы можем приравнять к нулю. Каждый множитель. Перенесем 8 вправо. И обратите внимание, что у нас здесь будет корень из 8 плюс минус. Корень из 8 – это есть 2 корней из 2. Итак, запишем ответ. Минус 2 корней из 2, 2 корней из 2 и 3. Следующее уравнение. Х в четвертой степени минус 5х в квадрате плюс 4 равняется нулю. Ребята, такого вида уравнений называются биквадратные. Введем переменную, обозначим х в квадрате за t. И у нас получается t в квадрате минус 5t плюс 4. Получается простое квадратное уравнение. Обычно ребята любят решать через дискриминат. Давайте решим через дискриминат. 25 минус 16 будет 9, а это есть 3 в квадрате. Итак, t первое. Берем с противоположным знаком 5 минус 3 пополам. 2 деленное на 2 будет 1. И t второе. 5 плюс 3 пополам. Это будет 8 деленное на 2 будет 4. Здесь что главное? Не забыть вернуться к нашему х. х в квадрате равняется 4. Тогда х будет равен плюс-минус 2. х в квадрате равняется 1. Тогда х равен плюс-минус 1. Запишем ответ. В ответе у нас будет 4 корня. Минус 2, минус 1, 1 и 2. На что вам надо обратить внимание? Обратите внимание, если бы мы нашли t, и у нас t получилось, допустим, минус 4, когда мы вернулись к х квадрату и записали уравнение, у нас получилось х в квадрате равно минус 4. Так как квадрат числа всегда должен быть положительный, а у нас получилось отрицательное число, то это уравнение не имеет корней. Бывают и такие уравнения. Следующее. х плюс 2 в четвертой степени плюс 4х плюс 2 в квадрате минус 5 равно 0. Обратите внимание, большое уравнение, но мы здесь видим, во-первых, четвертая степень, во-вторых, выражение одинаковое. То есть мы 2х в квадрате заменим t. Тут можно ввести сразу ограничение, потому что это достаточно большое выражение. Скажем, что t должно быть всегда больше либо равно 0. И у нас уже получится простое такое квадратное уравнение, которое вы все сможете решить. 16 минус 4 на минус 5. 16 плюс 20. Это будет 36. 36, это 6 в квадрате. t первое. Минус 4 минус 6 пополам. Будет минус 10 пополам. Это будет минус 5. И t второе. Минус 4 плюс 6 пополам. 2 деленное на 2 будет 1. Обратите внимание, вот здесь у нас получился отрицательный корень. А мы ввели с вами условие, чтобы t всегда было больше либо равно 0. Здесь можно записать, не удовлетворяет условию, в каком t больше 0. И уже его не рассматривать. Так. У нас x плюс 2 в квадрате равняется 1. Итак, x плюс 2 равняется плюс-минус 1. Потому что у нас корень квадратный из единицы, а это единица. Можно сразу записать. Тогда x плюс 2 будет равняться 1. Отсюда x равен 1 минус 2, x равно минус 1. И x плюс 2 равняется минус 1. x будет равняться минус 1 минус 2. То есть x равен минус 3. У нас получилось 2 корня. Запишем ответ. Ответ минус 3 и минус 1. Уравнение решено. Следующее. Итак, посмотрите. Дробное уравнение. Как его решать? Перенесем единицу влево. И найдем общий знаменатель. Общий знаменатель у нас x в квадрате минус 9. Дополнительный множитель для единицы. x в квадрате минус 9. x в квадрате минус 9. Перепишем. 2x в квадрате плюс 7x плюс 3. Обратите внимание на знак минус. Минус x в квадрате плюс 9. Равняется 0. Вспомним, когда дробь равняется 0. Дробь равняется 0, когда числитель равен 0, а знаменатель не равен 0. Давайте пропишем. 2x в квадрате плюс 7x плюс 3 минус x в квадрате плюс 9. Равняется 0. И x в квадрате минус 9 не равняется 0. Решим, да? Найдем, когда у нас не должно равняться. Какому числу не должно равняться x? Не должен он равняться плюс минус 3. 1. 2x в квадрате плюс 7x плюс 12. Итак, получилось простое квадратное уравнение. Решаем его. Можно решать через дискриминант. 49 минус 48 равняется 1. Итак, x первая равняется минус 7 минус 1 деленное пополам. Минус 8 на 2 это минус 4. x второе минус 7 плюс 1 деленное на 2. Это будет минус 6 деленное на 2 минус 3. Это уравнение у нас имеет два корня. Вот получили мы минус 4 и минус 3. Но у нас здесь ограничение. У нас x не должен равняться минус 3 и 3. Обратите внимание, вот эта минус 3 попала вот сюда в ограничение. Тогда мы этот корень должны отбросить. То есть мы его не берем в ответ. В ответ у нас пойдет только минус 4. Итак, наш урок подошел к концу. До новых встреч!